Всем привет! С вами Дмитрий Петров и Футбольный регион на канале Губерния. До первого официального матча Крыльев Советов в 2013 году осталось меньше недели. И подготовка к этой встрече вступает в завершающую стадию. О том, как прошла последняя пробы сил для дружины Гаджи Гаджиева, расскажем в нашем первом сюжете. Сотрудничество Гаджи Гаджиева и Андрея Гусина началось в Крыльях в 2005 году. Тогда опытный футболист, даром что играл в защите, забил 9 мячей за сезон и внес огромный вклад в достижение главного результата – сохранение прописки в элитном дивизионе. Вскоре под чутким руководством Гаджиева Гусин стал тренером и какое-то время работал вместе со своим учителем. 5 марта 2013 года тренеры встретились вновь. Заключительный контрольный матч в этом межсезонье волжане провели с киевской командой «Динамо-2», которую возглавляет Гусин. С первых минут волжане вышли на поле вторым составом, однако преимущество «Крыльев» в классе было заметно невооруженным глазом. Игроки группы «Атаки» получили отличную возможность шлифовать взаимодействие. Защитники тоже не скучали и старались использовать любую возможность для подключения вперед. А вот голкиперу Александру Макарову приходилось откровенно скучать. Мяч ему доставался нечасто, а уж про опасные моменты и говорить не приходится. Явное преимущество в классе, безусловно, таило в себе определенную опасность с точки зрения игровой дисциплины. Однако в этом смысле наши футболисты оказались на высоте. Никто не позволял себе халтурить при обороне. Да и в атаке волжане старались четко сохранять рисунок игры и не злоупотреблять индивидуальными действиями в ущерб командам. Пожалуй, единственное, что в этот вечер крыльям не удавалось, так это завершение атак. Количество великолепных подходов к воротам располагало к результативной игре. Моментов тоже хватало, а вот мяч в сетку ворот соперника отправить так никому и не удавалось. Не получалось в концовке. В некоторых случаях забить не могли, а в некоторых случаях просто распорядиться мячом. Например, по Корнеленко было заметно, что он все-таки не в форме. Чаще других оказывался на ударных позициях Корнеленко. Получили свои шансы Портнягин, Делькин и Свежов. Да и защитники, которые регулярно подключались на розыгрыш многочисленных стандартов, не раз били поворотом. Но все безрезультатно. На перерыв команды отправились при нулях на табло. Понятно, что соперник был сегодня более мастеровитый, чуть-чуть больше владел мячом. Мы в основном больше оборонялись. Но я скажу так, что потенциал наших ребят несколько выше, они не смогли все-таки реализовать. И в том числе соперник не дал нам сыграть так, как они привыкли играть до этого во всех матчах. Гаджи Гаджиев игру своей команды корректировал непосредственно на скамеечке запасных. Андрей Гусин увел своих ребят в раздевалку и долго с ними беседовал. А по возвращении Андрея Леонидовича на поле наставники наконец встретились. У самарского тренера для своего бывшего подопечного был заготовлен подарок. Шарф-крыльев весь для киевлянина Гусина Самара навсегда останется вторым домом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые 15 минут второго тайма. Крылья, как это уже бывало ранее, поменяли состав полностью. Заканчивать матч предстояло игрокам основного состава. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рисунок игры остался прежним. Самарцы успели попасть в штангу и создать еще россыпь острых моментов. Но довести хоть одну атаку до забитого мяча так и не смогли. Впрочем, Гаджи Гаджиева это не сильно расстроило. Нам нужна была команда не сильнее нас, чтобы не получилась игра тяжелая, чтобы не было травм. 7 марта крылья Советов проведут заключительную тренировку на этом сборе, после чего чартерным рейсом вернутся домой. Оценить эффективность проведенной подготовки самарские болельщики смогут уже в субботу, 9 марта. Экзаменовать нашу дружину будет лидер чемпионата – столичный ЦСКА. К возобновлению чемпионата готовятся не только крылья Советов, но и наш стадион. Справится ли «Металлург» с мартовскими снегопадами? Узнаем прямо сейчас. Принять 9 марта московский ЦСКА готовятся не только футболисты крылья Советов, но и стадион «Металлург». Работы по подготовке арены к весенним матчам чемпионата находятся в финальной стадии. За сутки до поединка с армейцами на стадион прибудет делегат и инспектор матча, которые примут решение о проведении игры. Главные критерии оценки – состояние трибун и самого поля. И если сектора из-за снегопада в сотруднике стадиона продолжают чистить по сегодняшний день, то газон находится почти в идеальном состоянии. Поляна у нас к футболу готовая. Я думаю, что к открытию сезона 9 марта она будет одна из лучших полей в России. Поэтому состояние у нас спокойное, уверенное, и мы готовы принять комиссию. Вопрос. Специально оценить готовность поля к сезону в Самару на прошлой неделе приехал независимый эксперт РФПЛ Александр Ефремов. Высота травы, температура подогрева и другие важные мелочи – эксперта интересовало абсолютно все. Осмотр продолжался около получаса. В итоге он показал, что поле «Металлурга» на данный момент – одно из лучших в России. Ну, в целом, поле приняли, что радует и очень радует. Обследовали комиссию о поле, сделала положительное заключение. В целом, можно сказать, что мы уже на сегодняшний день готовы принять команду ЦСКА. Но не только подготовка газона является главной задачей работников стадиона перед первым матчем. Свалившийся на Самару снег приготовил для них новое испытание – очистка трибун. Решать ее стали всем миром. Вместе с рабочими и болельщиками за лопаты взялись и сотрудники крыльевсоветов. Одними из тех, кто наравне со всеми вычищали сектора от сугробов и пребывали в отличном настроении, были руководители клуба – председатель совета директоров крыльевсоветов Алексей Чигенев и генеральный директор команды Денис Маслов. Подготовка стадиона планомерно продвигается к своему завершению. И вот сегодня мы решили организовать такой субботник, получить хорошее настроение, пригласить болельщиков. Сами приехали с семьями, немножко почистили стадион. Ведь самое главное – получить настроение, удовольствие от этого праздника. Вот включили музыку, напоили людей чаем. Ну здорово, много пришло семейных пар с детьми. Все заряжаются с хорошим настроением. День, слава богу, выдался удачным. Я думаю, что нашему примеру надо последовать теперь всем клубам Российской Федерации. 9-го числа болельщики с удовольствием должны себя ощущать на стадионе. Несмотря на то, что и погода неблагоприятная, морозная будет. Но тот дух команды, которая выйдет на поле, с тем духом, с которым команда выйдет на поле 9-го числа, я думаю, это поддержится болельщиками. И мы все в едином порыве докажем ЦСКА, что Крылья – это та команда из всех времен, когда приезжая в Самару, нас надо бояться. В одном ряду с руководителями клуба трудились и преданные болельщики команды. Кто-то готовился к мероприятию заранее, а кто-то просто проходил мимо. В итоге с желанием поработать на Металлурге в прошлую субботу собралось почти 50 человек. Ну, хотелось бы больше, конечно, чтобы народу поддержал этот посыл, так скажем. Но вот сколько имеем, но тем не менее, достаточно эффективно идет работа по уборке стадиона. Первый в истории клуба «Субботник» продолжался почти три часа. За это время были полностью очищены два сектора восточной трибуны Металлурга. В следующий раз руководство и болельщики соберутся уже вместе не на уборке, а на матче Крылья Совета в ЦСКА. Этой зимой Крылья Советов пополнились 11 новыми игроками, и многие из них сыграют уже во встрече против ЦСКА. Самое время начать знакомиться поближе с нашими новобранцами. Станислав Драгун родился 4 июня 1988 года в Минске. Амплуа, полузащитник, выступал за белорусские команды «Локомотив», «Гомель» и «Динамо». С 2011 года игрок сборной Белоруссии. 17 января 2013 года подписал трехлетний контракт с Крыльями Советов. Станислав Драгун – еще один представитель Белоруссии в Самарской дружине. Благодаря соотечественникам и товарищам по сборной, процесс адаптации новобранца в волжском коллективе не сулил никаких проблем. Но главные причины, по которым Крылья решились на этот трансфер, конечно, иные. Игровые качества молодого хавбека позволили ему к 24 годам прочно застолбить за собой место в основе белорусской сборной. И это при том, что на ответственной позиции опорного полузащитника тренеры часто предпочитают видеть более опытных игроков. Ну а тот факт, что на Олимпийских играх в Лондоне белорусскую дружину выводил на поле с капитанской повязкой именно Драгун, красноречиво говорит о лидерских качествах новоиспеченного волжанина. Уже в первых контрольных матчах Гаджи Гаджиев дал высокую оценку игре Станислава при обороне собственных ворот и начальном этапе наступательных действий. Но, по словам опытного тренера, свой атакующий потенциал Драгун пока раскрыл далеко не полностью. И вскоре талант белоруса может засиять новыми красками. Режиналь Гаро. Родился 31 декабря 1987 года в Гаите. Амплуа. Правый защитник, правый полузащитник. С 13 лет занимался в футбольной школе бельгийского клуба «Стандарт». С 2008 года игрок основного состава забил за стандарт 7 голов в 113 матчах. Чемпион Бельгии 2007-2008. 25 января 2013 года подписал контракт с крыльями советов на 2,5 года. Гаитянин по рождению в футбольном смысле Режиналь Гаро. Европеец на все 100%. Он сочетает в себе такие ценные в современном футболе качества, как физическая одаренность, дисциплинированность и креативность. Беспощадный к себе и к сопернику при отборе мяча в наступательных действиях, Гаро преображается в техничного и нестандартно мыслящего игрока. Режиналь абсолютно не стесняет себя в перемещениях по полю. И, судя по всему, Гаджи Гаджиев инициатива своего подопечного только приветствует. Уже по первым товарищеским матчам за крылья стало понятно. Семь мячей, забитых номинальным защитником в Бельгии, были не случайны. Гаро, готов идти вперед при каждой возможности, охотно берет инициативу на себя и в состоянии не только выполнить доцеленную передачу на форварда, но и завершить атаку самостоятельно. Любопытно, что перед тем, как согласиться на предложение из Самары, Гаро довольно подробно изучил наш город и новейшую историю крыльев с помощью интернета. И даже попросил у представителей клуба фильмы по крыльеведению. Я знаю, что в Самаре очень много болельщиков. В моем прошлом клубе фанаты меня любили, и я уверен, что своей игрой смогу заслужить уважение и у болельщиков крыльев. Не стало сюрпризом для Гаро и наличие в команде франкоговорящих партнеров. Общение с Беней и Стивом на родном языке наверняка скрасит режималью нефутбольный быт, но о легендарных российских холодов новобранец самарцев не боится. Бенуа Анг-2 родился 1 января 1982 года в Камеруне. Амплуа – правый защитник, чемпион Камеруна 2000 года, чемпион Уругвая 2002 года. В российской футбольной премьер-лиге с 2006 года выступал за крылья Советов Сатурн, Анжи и Ростов. 17 февраля 2013 года подписал контракт с крыльями Советов на два года. Его имя переводится как «Мирный мужчина», но еще выступая в Камеруне, Бенуа Анг-2 получил прозвище «Терминатор» за неуступчивость в борьбе. В 2006 году судьба забросила защитника из французского «Лиля» в Самару. И с тех пор Бенуа наводит ужас на нападающих в премьер-лиге. За пределами поля Анг-2 получил от российских партнеров другое прозвище – «Беня». И не случайно камерунец обрусел с фантастической скоростью. Навряд ли кто-то из африканских футболистов когда-либо демонстрировал такие же успехи в изучении русского языка. Всюболейский и самарский команда, я вам скажу привет. Я очень рад сейчас звену нашей любимой команды. Да и за пределами поля страшный «Терминатор» вмиг преображается в «Весельчака» и «Балагура». Неудивительно, что в тех крыльях Беня быстро стал любимцем трибун и душой коллектива. Немалую роль в становлении футболиста Анг-2 сыграл тренер Гаджи Гаджиев. Помимо высокого футбольного мастерства Гаджи Муслимович оценил профессиональное отношение к делу и высокие человеческие качества своего подопечного. И даже после крыльев футболист и тренер продолжали сотрудничать в «Сатурне» и «Анжи». Вернувшись в крылья этой зимой, Гаджиев снова вспомнил про надежного и неуступчивого защитника и пригласил в команду. Однако у многих болельщиков возникли сомнения, а сможет ли Анг-2 в 31 соответствовать своему уровню игры пятилетней давности? Что такое фанатичное отношение к тренировкам в понимании самого опытного российского тренера? Ответ на этот вопрос легко получить, просто наблюдая за Беней. Второй сбор. Только что закончилось полуторачасовое занятие. Тренировки в двухразовом режиме длятся не первую неделю. Бенуа словно приглашает мяч на танец. Это нельзя назвать работой. Беня так отдыхает. Да, нам остается расслабляться классикой его движений и ждать возвращения терминатора на «Металлург». Осталось не так мало времени. Однако билеты на эту встречу уже разлетаются, как горячие пирожки. И не мудрено. Никто не хочет пропустить возвращение Гаджи-Гаджиева на «Металлург». 9 марта. Вместе болеем за нашу команду в противостоянии с лидером чемпионата. А ровно через неделю встречаемся в программе «Футбольный регион» на канале «Губерния», чтобы обсудить самые интересные моменты этой встречи. С вами был Дмитрий Петров. Увидимся на телеканале «Губерния» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова